На 71-й минуте матча против Багеменса бразильский нападающий шерифа Рикординио забил победный гол для своей команды. Но за секунду до этого произошло страшное столкновение. Рикординио вывели на свободное пространство в районе линии штрафной площади. Мяч ударился о землю, после чего бразилиец совершил смелый поступок. Не побоявшись сыграть на опережении, Рикординио проткнул мяч в ворота, после чего столкнулся с вратарем и защитником. Столкновение было настолько сильным, что на поле выбежал весь тренерский штаб шерифа. Благо, Рикординио с помощью клубных врачей поднялся и все обошлось, как для нашего футболиста, так и для игроков соперника. Правда, игру бразилиец продолжить не смог и был заменен. В итоге мяч был засчитан, а сама игра завершилась со счетом 1-0 в пользу нашей команды. Рикорда, как ты себя чувствуешь после столкновения, потому как оно было к настоящему страшным? Как ты себя чувствуешь после полка? Как ты себя чувствуешь? Не, теперь я чувствую себя лучше. Солкнула немного, но я не помню ничего. Я чувствую себя лучше. Немножко боли только челюсть, муку и так далее. Но вообще чувствую себя лучше. Головоком не так. Ты осознал что забил гол? Ты диз-те куэта, что ты маркался гол? В тот момент, нет, но потом товарищи подтвердили, что я забил гол. Что скажешь по сегодняшней игре в целом, по игре команды конкретно? Как ты говоришь о игре сегодняшней команды? Если я не твесит панкаду на голову, я не могу сказать, но я не помню. Если принять во внимание, что у меня с головой было, то могу сказать мало об игре. Да, на момент мало, мало. Потому что забил второй гол на сборах, поэтому потихонечку воздвигаешься в лидеры бомбардирской гонки. Ты уже маркался в следующий гол в этой предыполаге в Туркии. Ты уже будешь лидером между Бортеусами? Я не ставлю себе эту целью. Для меня главное забивать голы. И чем больше голов забью за шериф, тем лучше для меня. Как для тебя проходят эти сборы? Многие ребята подтверждают, что действительно тяжелые тренировки. Как для тебя они проходят? Многие ребята говорят, что тренировки очень тяжелые. И для тебя? Нет, для меня тоже. Мы очень чувствуем, потому что мы идем в период с ферии. И когда мы идем в тюрьму, это нормально, если мы чувствуем, что-то тяжелые. Для меня тоже трудно. Люди устают, конечно. Все очень устали на этих сборах. Но это нормально. Рикардо, у нас с тобой не было времени поговорить о том, что в декабре месяце ты занял третье место в звании лучшего нападающего Молдовы. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? В декабре, мы не будем говорить о том, что ты занимаешься в первом и третьем месте, в третьем месте, в третьем месте, в лидерах, в Кампионате Молдовы. Что ты чувствуешь? Я не знаю, но кто мне сообщил, что это был Лувану, который я общаюсь с Лувану, каждый день я общаюсь с ним. Он мне сообщил, что я должен быть в третьем месте. Я не знаю, что я не знаю, что он сказал Лувану, который я общаюсь с ним, и я этого не ожидал. Я думал, что это было на первом месте, а потом оказался на третьем и действительно грустно себя чувствовал. Но это уже прошло, и осталось только что, как можно лучше делать работу для шерифа и продолжать играть. Рикардо, но мы не то что надеемся, мы верим в то, что в будущем году ты будешь на первом месте. Мы только верим, что мы уверены, что в следующем году, в первом месте, в первом месте. Ну, я тоже, каждый день я тренирую для меня в первом месте. И если Бог хочет, я буду вернуться в первом месте. Я, на самом деле, делаю все, что могу для этого на поле, и если Бог хочет, то это так и будет. Буду на первом месте. Спасибо. 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 Спасибо.